Монашский спирит в волейбол. Монашка-бол. То есть, смотри, у меня нога уже, смотри, в Ватикане, да? Сейчас мы туда подойдем. Это ресторан, который показывали в телесериале «Дру и Сина». О, это звучит круто. Какая-то? Тацаморе! Привет, я говорю по-русски. Что можно успеть сделать в Риме за два дня? Сегодня 12 часов. Что можно успеть посмотреть в Риме за два дня? Сегодня у нас запланирован визит в 12 часов в Пантеон. Завтра у нас по плану Колизей и Римский форум. Все остальное время мы будем планируем гулять, вкусно кушать и наслаждаться, как говорят сами итальянцы. А еще мы узнаем, как стриптиз в одном римском ресторане привел к началу в Риме сладкой жизни. Так называемой dolce vita. И также разберемся, как связан древний Рим и выпечка хлеба со станцией метро «Чистые пруды». Погнали! Отправляемся прямым рейсом из Пафоса. Везет компания Ryanair. За троих туда-обратно вышло 88 евро. Скидка 2 евро. Прилетели мы уже вечером, и чтобы не терять время, из аэропорта Чампина в Рим мы едем на такси. А здесь в темноте я пытался снять пирамиду Цестия, но видно не очень. Поселились мы в районе Тростевера, в небольшой квартирке с террасой, но рум-тур будет попозже, а сперва… Вечер начался. Алиса очень голодная. И я тоже голоден. Я уже голоден. Пина. Ну вот. Я не успел снять, как он их вынес, блин, так быстро и махая руками, и как что-то там говоря. И, короче, объелись пастой, теперь объедимся террасу. Странный такой. Чувак веселый, официант. Лоренцо. Чувак сейчас выбежал. Давай кричать «Лоренцо, Лоренцо». Перфекто, да. А вот Лоренцо вышел. Рогатцы. Рогатцы. Рогатцы, акирина? Угу. Лоренцо. Лоренцо. Перфекто. Рогатцы, снюри. О, спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Они там пиццу катают, там у них печь. Ну все, мы идем куда? В номера. Все, пойдем на улочку. Пойдем на улочку. Так как на дворе конец ноября, то в Риме стоит весьма прохладная погода. И поэтому хотелось найти теплое жилье с отоплением, и я нашел такое. Удалось найти что-то типа мини-отеля, где не нужно ни с кем контактировать. Тебе в WhatsApp присылают пин-код, ты его вводишь и попадаешь внутрь. Класс. Тяните кофе, холодильник, бесплатные ништячки. Оставьте деньги на сувениры в виде водички и даже бесплатное пиво и вино с мясками. Тут у нас улица. Какой-то мужик. Но самое прикольное. Конечно, мы валим посреди комнаты. И терраса. Этой террасе не хватает одного. Красивого вида на Рим. Кстати, внизу тоже люди живут. Вот такая вот жилплощадь. Да, но тут, кстати, по соседству вторая такая же. Жилплощадь только за стенкой за такой. Вот. Итак, район Трастевере. Это средневековый район Рима на западном берегу Тибра. По праву считается самым колоритным районом Рима. Говорят, что если вы хотите увидеть настоящий нетуристический Рим, увидеть, как живут местные римляне, то вам в Трастевере. Здесь нет каких-то грандиозных достопримечательностей. Он чаровывает другим. Узкими мощенными улочками со старыми домами, старинными средневековыми церквями. Здесь вдали от туристических толп кажется, что время останавливается. И действительно, сами римляне очень любят Трастеверы и приезжают сюда поесть, выпить или просто погулять. А еще Трастеверы знаменит тем, что здесь в 1958 году в ресторане Рогантино впервые в Италии турецкая танцовщица Айше Нана показала стриптиз. Среди гостей в тот вечер был и Фидерико Феллини. И именно этот стриптиз вдохновил его на сцену оргий в его оскароносном фильме «Ля Дольчевита». И да, я знаю, что вы не смотрели этот фильм, поэтому бегом смотри. На вечер я забронировал стол в этом ресторане, так что продолжим разбираться в этой истории чуть позже. КОНЕЦ РОМАНСКИ ПЕСНО КОНЕЦ КОНЕЦ Говорят, что в Риме все плоды, которые присутствуют в странах, они все содержат питьевую воду. Не пей, козленочка встал. Ну как? Обычная вода, да. Прикольно. Класс. Ну, козленочкам не стало, просто пить. Подожди, нужно время. По всему Риму буквально на каждом шагу встречаются католические церкви-базилики, и в каждую из них можно зайти. И их настолько много, что если в каждую заходить, это нужно, наверное, дополнительную неделю времени выделять. И абсолютно в каждой из них вас будет ждать примерно такой барокко-расколбас. Музыка 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 Обычная какая-то церковь, а внутри беспредел. Конечно, если вы любитель всего этого, дорого-богато, то стоит заходить в каждую и любоваться. Но, на мой взгляд, достаточно зайти в парочку базилик и все, ибо внутри все очень похоже. Зайдем еще в одну базилику, чтобы убедиться, что там такой же барокко-расколбас, что и в предыдущей. Оказалось, тут еще и мумия лежит. Время близится к полудню, и нам пора отправляться к пантеону. Пантеон располагается в районе Пиня, и чтобы туда попасть, нам нужно по мосту перейти реку Тибр. А здесь в последние годы Римской Республики заседал Сенат. И здесь в 44-м году до нашей эры был убит Гай Юлицезер. Стелла Рамзеса II, если я не ошибаюсь. А, я не ошибаюсь. Добрый вечер. Как ваши дела? Мои тоже хорошо. А вон там камера. Всего в Риме установлено 13 древних обелисков. 8 из них привезены из Египта. Обелиск Макутео был изначально установлен у храма богу Ра в городе Гелиополис в Древнем Египте во времена Рамзеса II. Ну что, тут очень круто. Пантеон оказывается очень большой, не влазит в кадр. Сейчас мы дождемся 12 и пойдем внутрь. Надеюсь, нам повезет с солнышком, и мы увидим солнечный луч, который бьет через Окулиус, через отверстие наверху. Давай, короче. Пантеон, храм всех богов, был построен во II веке н.э. и на сегодня это крупнейшее в мире купольное сооружение из неармированного бетона. Колонны пантеона Каримского ордера изготовлены из двух видов египетского гранита – серого и красного. Все колонны монолитные, а они составные, как, например, у греческого парфенона. Диаметр его купола – 43,5 метра, а диаметр отверстия в центре купола – 8,3 метра. Весь пантеон напичкан всякими могилами и памятниками. Здесь покоятся короли Италии Виктор Эммануил II и Умберто I. И, пожалуй, самая знаменитая из всех – это могила художника Рафаэля Санти. Пантеон Пантеон используется для христианских богослужений с 600 метров. Пантеон 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 Уходим от пантеона. К сожалению, столба света мы так и не дождались, хотя были там ровно 12, но солнышко нас что-то не взлюбило, и мы пошли. Дальше мы идем на пьяцу, какую-то там пьяца на вон или что там. Пьяца на вон находится буквально за углом от пантеона. А это что тут? Господи! Мамма миа! Я не знаю, что это такое. Оказалось, что здесь располагается государственный архив Рима. По нему разрешают даже побегать. Пьяца на вон – это прямоугольная площадь на месте бывшего стадиона Домициана, и застраивалась она в 17 веке в стиле барокко. Так, реакция нормального человека. На площади располагаются целых три фонтана и две церкви. В пантеоне же встретили греков, поколи меркали друг другу. Еще один фонтан с обелиском. И данный обелиск ошибочно считался привезенным из Египта. На самом деле он был создан в Риме при императоре Домициане. Сам фонтан был построен в 17 веке, и по задумке фигуры четырех рек символизируют разные четыре части света – Африку, Азию, Европу и Америку. Таким образом, по замыслу Папы Иннокентия X, фонтан был призван выразить идею торжества католической власти по всему миру. Ого! А там вон интересная деталь. Кто-то много кушал кашки, щечки нарастил. Идем дальше, какой-то замок ангела или с ангелом на крыше за Тибр. А потом, наверное, до Ватикана прогуляемся, если хватит сил. Лоренцо! Видимо, здесь Лоренцо не живет. Никто не откликается. По легенде, в 590 году, во время эпидемии чумы, Папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец эпидемии. Отсюда и произошло название замка. Но первоначально замок святого ангела строился как мавзолей императора Андриана во втором веке нашей эры. Поддельные всякие сумки продают на простынке специально, чтобы, если менты нападают, быстренько может был дерг и побежал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо пожрать что-нибудь. Так, ну вон там навалом всякого. Пойдем посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там мальчик сказал слово хуя, сказал кацю. Так... Ой, смотри, что тут происходит. Монашки спилят волейбол. Монашка-бол? Класс! Вот тут вот это вот, вот это... Заведение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обошли вокруг замка. Оказывается, там не было прохода, блин. Ватикан. Подожди, а может вот сюда? А, нет, туда. Можно покататься на Феррари. Интересно, по чем стоит. Вообще, беспредел. Монашка убежала куда-то. Вон обелиск стоит какой-то. Наша тема. Обелиск на площади Святого Петра был привезен из Египта в 37 году нашей эры. В среднем веках считалось, что на вершине обелиска в позолочном шаре хранится прах Юлия Цезаря. Однако внутри шара при вскрытии обнаружили только пыль. Да, вон на тот балкончик Катя говорит, выходит папа. И что он делает? Радует людей. То есть, получается, смотри, у меня нога уже, смотри, в Ватикане, да? Я не знаю. Ну, по карте, да? А, да, по карте, да. Ну, очередь, короче, очередь здесь. Ох, но она вроде движется, но я думаю, часик мне придется постоять. Так, ну что, на испанскую лесу что-то двигаем? Да. Окей, пошлите в обратную сторону туда. Оказывается, рядом с… Ватиканом. Ватиканом. Оказывается, рядом с Ватиканом. Есть карберка фоя. Сейчас разживемся футболочкой. Класс. Ой. Мадонна, жми. Шоппер с крестом. Шоппер с крестом? Нет, я не заметил. Ну, а что? Почему нет? Оказывается, это только магазин. Остановили выбор вот на такой модели, короче. Давай. Берем. Да, класс. Две, да. Кто это, не знаю. Да. Прямо у Ватикана. Рядышком процветает вакханалия. Немного устали ходить и решили до Piazza del Popolo доехать на такси. Подошли к таксистам. А они говорят, Piazza del Popolo, 48 евро. Мы такие, да вы что, ебанулись? И в итоге идем пешком. В Риме, конечно, встречается очень много непонятных вещей. А иногда встречается очень понятно. Магазин обуви под названием Нога. Давайте найдем магазин одежды под названием Тело. И магазин Нижевобеля под названием Жопа, блядь. Так, это что? Судя по флагу, это посольство Италии. Какой автомобиль интересный. А вот Старбукс. Вон кружки. Сколько стоит? 19 евро. Класс. Двигаем дальше. Piazza del Popolo или как она там? Как там чувак сказал, как сига-сига выражение? Папа-папу? Нет, Piazza del Popolo. Пиано-пиано. Пиано-пиано. Надо будет уточнить информацию. Ну, южане тоже. Дольче фарне. Ладно, нам туда. А, ну, вон она, Piazza del Popolo. И там тоже, вон, обелиск торчит. Очень необычная заправка. Ой, какой смешной автомобиль есть. Или это не автомобиль? Это почта. А вон там рестик. Ой, сейчас не видно. Вон она, Канова. Сейчас мы туда подойдем. Это ресторан, который показывали в телесериале Друзья. Какая песенка? Так, вот этот ресторанчик. Канова или Канова, не знаю. Классный. А тут вообще какой-то беспредел прям. Какие-то базилики. Опять, вон, египетский обелиск. Уже запутался, где какой, блин. Столько их тут понапиздили. Художественный фильм. Спиздили. О, господи. Это что за херня? Обелиск Фламинио привезен из Гелиополиса в десятом году нашей эры. Надписи на обелиске восхваляют деяния фараона Рамзеса II. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я понял, нужно вон туда по лестнице вверх лезть. Что вызывает у меня уже боль. Но, видимо, да. По кругу, сюда. Знак сиськи. 30 штук. Класс. Я ничего не вижу. А вы? Вон там. А, вижу. Ну и ладно. Медичи – это богато олигархическое семейство, представители которого неоднократно становились правителями Флоренции. Медичи известны как спонсоры выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. В 1803 году Наполеон Бонапарт передал виллу Медичи Французской академии искусств в Риме, которая располагается тут до сих пор. Так, ну виллу Медичи мы внутрь не стали заходить. Что-то мы не видели. Сейчас пойдем, ой-ой-ой. На испанскую лестницу пойдем. Общественные туалеты впервые. Я вижу общественные туалеты в Риме. А то обычно нужно идти в Кафульку. Короче, что-нибудь покупать, чтобы сходить в туалет. Класс. У испанской лестницы тут прям всякие брендовые магазины. Dolce Gabbana. Вон Versace. Вон Шанель. И вот тот самый туалет. Классно. Этого, конечно, не хватает. Там еще какой-то обелиск опять был. Господи, сколько них наворовали. Наворовали. Ну вот, собственно, это оно. Музыка. 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 Кстати, уже время, я так понимаю, столько, что ментов нет. И все люди сидят. Класс. А обычно здесь есть специальные люди, которые гоняют. Гоняют людей, чтобы они не сидели. А, вон, нет, вон карабиниры стоят. Ну не знаю, видимо, сегодня можно. Классно. Испанскую лестницу посетили. Теперь фонтан Треви. Идем. 500 метров и мы на месте. Помахали, кстати, тут тоже веб-камеру. Нас, к сожалению, наверно, никто не увидел. Но я сделал скрин. Плохой, но сделал. Тру-ля-ля, каштаны. Катя, давай купим каштаны. Так, ну что, ты счастлива? Ага. Идешь, идешь, блин, где мусор, тебе, блин? Съел каштаны. Все, я нашел мусорку. Ха-ха-ха-ха. Фу, дошли. Мамма миа. Мамма миа, сколько тут народу миа. Фонтан Треви является самым большим фонтаном в Риме. Существует традиция кидать монетку в фонтан, чтобы снова вернуться в Рим. Каждый день муниципалитет Рима достает из фонтана монет примерно на 3000 евро. И да, именно в этом фонтане купалась главная героиня фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Правой рукой через левое плечо. И, вууу! Ну все, полдня туда шли ради такой простой вещи. Ну все, теперь надо понять, как отсюда выйти. Итак, блядь, мотоцикл. Сегодня мы выполнили программу «Максимум». Я же сейчас еще хрен вспомню эти названия. Пьяца что-то там на букву «Н». Потом мы дошли до Ватикана. Купили кружку «Старбакс», купили футболку, хард-рок кафе. Замок с ангелом мы еще прошли. После Ватикана мы пошли в Пьяцу di Popolo, где сняли ресторан, который участвовал в друзьях. Потом после Пьяца di Popolo мы прошли до Виллы Медичи. После Виллы Медичи мы посетили испанскую лестницу после Испании. Там посольство Испании видели. По-моему, я его забыл снять. Последний наш пункт был фонтан Треви. И мы даже умудрились пролезть к нему и бросить монету. Время сейчас пять часов, по-моему. Пять часов. То есть, вот мы с 8 часов двигаемся, утра с 9. Завтра у нас будет римский форум колизей. А вечером сейчас мы пойдем. В 7.15 у нас бронь. Скузи, скузи. Бабушка тут, короче. Я слишком громко говорил. Так вот, и сейчас мы пойдем в ресторан. В 7.15 у нас бронь, где мы будем обжираться древнеримской едой. Попробую рубец, бычий хвост и еще что-нибудь. А что тут такое, что я тут помешал? А, это что, церковь? А, сейчас пойду посмотрю. Грация. Неудивительно знать, что меня прогнали. Да? Там вообще там, ну там вот. Вот это все. Написано «Сергей». Буана Сера. Привет. Я говорю по-русски. Ресторан «Ругантино» специализируется на традиционной кухне и сразу по имейлу предупреждает, что они готовят пасту только аль денте и не готовят лазанью и фитучини Альфредо. И стол лучше бронировать заранее, иначе придется стоять в очереди. А кто столик не заказал, того не пускают. А, сколько людей набилось. Антика фонтана. Антика фонтана. Антика фонтан. У нас есть фонтан. Антика фонтан. Алиса, ты чушечу глотну? Ха-ха-ха-ха-ха. Катя вот так вот штуку подняла и сказала, что я не буду. Это бычий хвост. Смотри. Видишь? Кстати, с косточкой. Это прям натуральный желудок. А бычий хвост, короче, тоже вкусный. Он просто на вкус как гореть. Тут съели, нам принесли термису. Это второй желудок, который коровье я ел, да? К сожалению, любой праздник когда-нибудь кончается. Как и эспрессо. Как и тирамису. А что же там со стриптизом в Ругантино? Поговорив с местными жителями, выяснилось, что в 1958 году ресторан Ругантино находился в другом месте, буквально за углом, через дорогу от базилики с мумией. Да и сам период сладкой жизни в Риме, хотя и начался в последние годы 50-х годов, но считается ошибочным начинать его от вечеринки со стриптизом в Ругантино. И сегодня эта история больше похожа на городскую легенду из Ростевера. Но табличка на здании, в котором была знаменитая вечеринка, гласит, в этом месте в ресторане Ругантино ночью 5 ноября 1958 года началась сладкая жизнь. Пятница вечер. Я понятия не имею, где мы. Пятница вечера. Итальянцы пьют капучино только утром и никогда вечером. Вчера вечером в Ругантино мы пытались заказать капучино, но официант сказал, что это нелегально, и он вызовет полицию. Ой, ой, три капучино. Два. Два капучино? Ээээ... Вы позвоните в полицию, если я спросил, чтобы сделать американо? Да. Один американо. Один американо, окей. Ну, разумеется, про полицию это все шутка, и никто никакую полицию не вызывает. Две. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Триумфальная арка Септимия Севера была построена в 205 году в честь победы императора Септимия над Парфянским царством Количество древних камней на римском форуме, конечно, превышает возможности восприятия обычного человека Про них и форум можно делать целый выпуск и рассказывать про каждый камень отдельно Арка Тита, на мой взгляд, это один из самых интересных экспонатов на римском форуме Построена в 82 году н.э. в память о взятии и разрешении Титом Флавием Иерусалима Именно тогда была уничтожена главная иудейская святыня Иерусалимский храм От храма осталась только западная стена, которая сегодня известна как Стена Плача На внутренней стене арки изображено шествие с трофеями, среди которых хорошо видна иудейская святыня Минора, золотой подсвечник, который стоял внутри разрушенного храма А на стене напротив изображен сам Тит Флави Веспасиан на квадриге во время триумфа после победы над иудеями Таким образом, трагедия одного народа стала триумфом для другого А Тит и вовсе получил титул милосердный и был прозван любовью от рады рода человеческого Триумфальная арка Константина является позднейшей из сохранившихся римских триумфальных арок Интересна она главным образом тем, что в ее декоре использованы так называемые споли Часть из других более древних монументов Ну а император Константин интересен прежде всего тем, что создал город Константинополь Который сегодня мы знаем под именем Стамбул Места не было, нас провели в какую-то комнатушку и посадили за столики Замерзли, как собаки на ветру Вальполича вы принесли очень быстро Ну ладно, не знаю Заказали какую-то пасту с водочным соусом каким-то я заказал Все, да, сейчас посмотрим, как это выглядит Так, у тебя баладнелась у тебя? Какая классная тарелочка Камамбер, классно А у меня вот эта с водкой соусом пины И с лососем, точно Так, покушаем на 60 евро и еще сервис-чарж какой-то будет Там что-то 6 евро что ли В общем, короче, к сожалению, по времени мы не успеваем доехать до последней точки, куда я хотел съездить Потому что мы не успеваем по времени, да И хотя мы не успели туда съездить, но мне все же хочется рассказать эту историю На востоке города, в стороне от всех известных достопримечательностей В 1838 году, во время освобождения порта Маджора от более поздних построек Было обнаружено все необычное строение Нижняя его часть состоит из плотного чистокола труб Верхняя часть вся в больших цилиндрических нишах по углам пилястры А над ними скульптурный фриз На котором показаны разные этапы производства хлеба И кажется, теперь мы близки к разгадке Как же производство хлеба и Древний Рим связаны со станцией метро Чистые пруды Наверняка сейчас каждый узнал вестибюль станции метро Чистые пруды в этом античном памятнике Николай Джеймсович Колли, советский архитектор, который создавал данный вестибюль Черпал вдохновение в этом античном строении Это мавзолей не императора, не чиновника, а простого пекаря по имени Эврисак Эврисак родился рабом в семье греческих мигрантов И в первом веке до нашей эры он создал большую пекарню и начал снабжать хлебом весь Рим И разбогател настолько, что смог купить себе свободу и построил себе и своей жене вот такой вот памятник Который сохранился до наших дней И в древнем Риме, и задолго до него в каком-нибудь древнем Египте И после него, в средневековье, ты умирал тем, кем рождался Но пример Марка Вергилия Эврисака – это исключение Его жизнь и карьера – это ответ на вопрос Как Риму удалось создать империю, которая просуществовала больше тысячи лет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok